Доброе утро. Доброе утро. Паша еще спит. Паша еще спит. Я пока тренируюсь. Вот уж. Тренируйтесь. Утром. Чтоб потом в душ идти и помыться. Сегодня мы пойдем в театр. Мы уже тысячу лет просто не ходили в театр. Я никогда не ходила. Даже в школе. Деревня. Я очень хочу. Очень хочу. Не знаю, что за спектакль. Это сюрприз для нас. Но будет круто. А еще сейчас я запишу для вас тренировочку в инстаграм. Ну и сюда тоже запишу. В инстаграм буду записывать на пресс-тренировку. Так что смотрите в моем инстаграме тренировочку на пресс. А здесь я запишу всю тренировку. Так, вы скоро нам варяете. Окей? Окей. Поехали. Так как я сейчас не бегаю, поэтому я вот это упражнение заменяю бегом. Либо можно скакать на скакалке, но... Скакать на скакалке. Прыгать на скакалке. Но дома это делать вообще не очень. Отдых. Давай. Десять секунд, все. Десять секунд, все. Все. Готовы? Поехали. У-ху. Е-е-е-е. Нашлись такие же, как Настя. Марина Карпа. О, Настя, я тоже болею за Дашу. И тоже чуть не разревелась. А теперь вы готовы? Вы готовы? Сейчас будет еще кое-что. Настя про Дашу рассказывала. Она тебе нравится? Я была рада, что она ушла. Не надо так, блин. Шутила. Придай за Дашу, блин. Потому что всякие там все пишут. Брэнни ходят. У вас сейчас война. Полина Савинова. Все тебе, капец. Настя против тела уже настроена. Смотри. И, кстати, друзья, еще раз. Мы отвечаем на все вопросы. То есть, в следующем видео. То есть, вот в этом видео, которое мы сейчас выложили. Которое вы сейчас смотрите. Пишите под ним все ваши вопросы. И мы на них уже будем конкретно отвечать. Скорее всего, в следующем видео. А теперь по поводу... Обработки фотографий. Что ты здесь продаешь? Ой, там, знаете, такая коляска. Даже рассказывать не хочется. Расскажу. Сначала я захожу в Photoshop Express. Можете увидеть. Ну, если честно, мне не нравится, как я обрабатываю фотографии. Вообще не нравится. Но это пока то, что я могу. Давай. Захожу в Photoshop Express. Допустим, вот фотография. Здесь я в основном обрабатываю контраст. Цвет. Черные и белые тени. Откажи примерно. Что? Контраст. Как ты делаешь? Ну, контраст, допустим. Я всегда вообще по-разному. Обычно маленечко прибавляю. Контраст, подсветка, тени. Белый, черный. Слежу за тем, чтобы белое всегда было белым. Черное всегда было черным. Что-то доеде сразу же вспомнил. Короче, температуру обычно здесь устраиваю. Температуру обычно делаю холодную. Потому что так фотографии кажутся светлее и белее. Оттенок тоже делаю больше такой холодный. Слушай, только Давида я не сказал. Только Давида вспомнишь, так и так. Вспомнишь. Ааа, ты мой любимый друг. Да, Давид? Алло. Итак, Photoshop Express. Здесь делаю оттенок. Оттенок тоже делаю в основном такой более холодный. Красочность маленько добавляю, насыщенность маленько добавляю. Больше здесь ничего не делаю. Дальше я всегда перехожу сразу же в приложение VSCO. Здесь я накладываю фильтр. Фильтры у меня категория А. В основном оттуда все беру. Я их, они платные, я их покупала. В основном вот все эти категория А, фильтры. Еще бывает, ну очень редко использую HB1, HB2, либо вот эти фильтры. Вообще не знаю, зачем купила G3. Если лицо, то в FaceTune можно добавить детали, сделать маленько глаза поярче и волосы. То, что вчера мы показывали, покажи. Ну вот допустим, да. Вот допустим я. Делаю лицо. Улыбка. Сейчас. Оп, улыбнулась. Оп, грустная. Челюсть, допустим. Вы можете сделать себе вот такую челюсть. Вы можете вот такую. Ширину можете лица здесь изменить. Можете китайку. Можете японку. Здесь в основном лицо. Но очень редко. Очень, очень редко. Но я не делаю ее. Я не покупаю никаких платных приложений, всяких там дорогих. Просто в таких. А, ну еще Snapseed бывает, но у меня числа здесь нет, я бы не скачивала. Но это очень редко, потому что очень сильно портит качество фотографии. Вот. В принципе все. Самые стандартные, обычные приложения, ничего такого. Задавайте остальные какие у вас вопросы еще есть. Мы не будем отвечать завтра, послезавтра и так далее. Но прямо сейчас мы идем в театр. Я тебе припомню. Он так беспалево к тебе подходит, кусает и убегает. Я даже снять не успеваю. Ты опять волосы лезешь. Убежал. Он постоянно так делает. Он сейчас сначала в двери втирается и по волосике там что-то делает. Я тебя поймала. Крыса маленькая. Я тебя поймала. Кот вообще по стеночке ходит. Брится. Мне кусает только кота. О, буха кусает. Я так жалко. Да ему. Правильно. Вот так вот. Правильно. Я тут тебе ничего не делаю. Я же крошу. Вообще на улице прям такая прям милая. Я в зимней куртке. Да. Холодно. Холодно. Снег выпал вчера, вы сами видели. Офигели. В Москве ураган был. У нас снежочек был. Ой, с ума сошла погода конец апреля. По поводу Сарикады хотели сказать то, что они ведь когда его выбирали, было два на выбор. Один весь такой, смотри, шустрый. А второй, короче, собился в конец конуры и спрятался и сидел. Боялся все. Отгадайте, кого они выбрали. Они выбрали амебу. Они выбрали того, который был амебой. А итог какой? Это амеба какой-то. Вообще не амеба. В итоге все наоборот. Фух. Идем в чатер моста. Да. Там всегда классные постановки. Наверное. Но это не точно. Но это не точно. Существуешь себя как в театре. Да. Смешно. И фоткали в Instagram. В общем, где у него это кресло? В общем, где кресло это? Играя престолов. Я Дейенерис, более рожденная королева андалов и первых людей. Девочки, драконов. Девочки, драконов сюда. Сделай. С нами тут. Класс. Настя вот так покраснела. Даже в театре нас узнает. Давайте мы с вами это узнаем. Давайте. А основной это зал большой? Это есть. Это есть основной зал? Да. Еще есть. Ай, окра. Это не прикольно, что он маленький, если бы ты прям погружаешься. Зал оказался вообще какой-то гипермаленький. Ну, это прикольно. И я-то думал, здесь будет прямо театр огромный. Да, смотри. Но он здесь. Знаешь, чем плюс? То, что ты прям погружаешься в этом театре, в эту атмосферу. Сейчас расскажу свои впечатления. Короче, если это ты, та толстая женщина, которая ржет, не вернусь. Спасибо. Дикий, так он противный. Да. Я так или не понимаю. Ааа! Где она? А вон она. Напротив, до диванчика сидит. ой и мужик у него тоже подписывал если вы нас видите здесь у нас смотрите вот мы как бы вам лично ничего не имею но так себя вести это лучше не мешаете люди первый раз пришли и вы просто друзья театр это дело хорошее главное чтобы вам повезло повезло с теми кто сидит рядом с вами является это самое главное иначе вот такие впечатления останутся идем домой короче я сейчас все свое впечатление все таки было ощущение погружения то есть в какой-то как будто бы фильм небольшая у нас сцена небольшой зал очень интересно мне кажется там можно прям делать шоу прям что-то интересное там было паночек когда я ходила там было страшно потому что зал маленький и она такая страшная короче нам пробовать сходить на что-то страшное вот но в целом это погружение сбивали вот эти люди которых мы сказали и к сожалению его не было сейчас сложнее и сложнее подбирать для вас фильм потому что мы уже в основном все что хотели сказать сказали сейчас мы вспоминаем уже те которые за граммах лежат которые мы стреляли не так не недавно в общем а вот давненько уже и один из таких фильмов он нереально крутой это тоже один из лучших фильмов которые мы смотрели но который мы немножко забыли фильм называется лекарь ученика лица молодой человек находит свое истинное призвание смерть идет за ним ты чувствуешь смерть короче посмотрите обязательно это фильм это очень 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 достойное произведение всем спасибо что были с нами сегодня сегодня было хорошо завтра будет лучше пока и и и